Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Коваль Олеся Владимировна, преподаватель-кафтор русского языка и литературы. Вашему вниманию предоставляется презентация по профессиональному русскому языку на тему «Качество хорошей образцовой речи». Речь — это внешняя формальная сторона текста. Она всегда имеет не только языковую структуру и её организацию, но и выражаемый ею по существу неязыковой или внеязыковой смысл, ради которого и во многом подчиняюсь, которому она строится. Речь оказывается явлением не только лингвистическим, но и психологическим и эстетическим. Именно поэтому люди давно заметили хорошие и плохие стороны речи и давно делают попытки объяснить их, в частности, прибегая к таким словам, как «точное», «правильное», «красивое» и так далее. Перечислим основные признаки речи. Во-первых, речь конкретна, неповторима, актуальна, развертывается во времени, реализуется в пространстве. Во-вторых, речь активна, линейна, стремится к объединению слов в речевом потоке. В отличие от языка она менее консервативна, более динамична, подвижна. В-третьих, речь как последовательность вовлечённых в неё слов отражает опыт говорящего человека, обусловлена контекстом и ситуацией, вариативна, может быть спонтанна и неупорядочена. Точность речи. Точность соответствия смыслового содержания речи и информации, которая лежит в её основе. Точность речи связывается с точностью словоупотребления, с правильным использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, амонимов. Важнейшее условие точности речи – это соблюдение лексических норм. Речь является точной, если говорящий отбирает те слова и конструкции, которые точнее других передают оттенки смысла, существенные именно для данного высказывания. Точность и ясность речи взаимосвязаны. Точность речи придаёт ей ясность. Ясность речи вытекает из её точности. Однако о точности высказывания должен заботиться говорящий, пишущий. А то, насколько ясно изложена речь, оценивает слушатель. Мы облекаем свои мысли в слова. «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – писал французский поэт 17 века Никола Буалу. Точность речи чаще всего связывает с точностью слова употребления. Наиболее типичные из них – употребление слов в несвойственном изначении, неустранённая контекстом многозначность, порождающая двусмысленность, смешение паронимов, амонимов. Каждое знаменательное слово выполняет номинативную функцию, то есть называет предмет или качество действия состояния. Это обязывает говорящих обращать внимание на значения слов, правильно их использовать. Небрежное отношение к языку может привести к непониманию, неверным действиям, выводам к нарушению речевой этики, а иногда даже к ссоре. Но точность и ясность речи обусловлены не только целенаправленным выбором слов и выражений. Не менее важен выбор грамматических конструкций, построение словосочетаний, точнее исследование нормам слов во фразе. Возможность по-разному определить слова в словосочетании или нарушение порядка слов в предложении порождает двусмысленность. Норма произношения и ударения. Языковые нормы, нормы литературного языка – это правила использования языковых средств в определенный период развития литературного языка, то есть правила произношения, правоописания, словаупотребления, грамматики. Норма – это образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка. Языковое явление считается нормативным, если оно характеризуется такими признаками, как соответствие структуре языка, массовая регулярная воспроизводимость в процессе речевой деятельности большинства говорящих, общественное одобрение и признание. Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определенный этап в развитии литературного языка всего народа. Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путем. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом. Они выявляют, описывают, кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их. К основным источникам языковой нормы относятся произведения писателей-классиков, произведения современных писателей, продолжающие классические традиции, публикации средств массовой информации, общепринятое современное употребление, данные лингвистических исследований. Характерными чертами языковых норм являются относительная устойчивость, распространенность, общая употребительность, общая обязательность, соответствие употреблению обычаю и возможностям языковой системы. Нормы помогают литературному языку сохранить свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык из потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций – культурную. Стилистические ошибки. Если человек стремится в полной мере овладеть всеми возможностями языка, принадлежать к литературному типу речевой культуры, то он должен освоить все типы речи, причем не допускать не только орфографических, пунктационных, орфоэпических, но и стилистических ошибок. Стилистические ошибки – это, с одной стороны, употребление неуместных в данном стиле языковых средств, а с другой – нарушение требований ясности, четкости, точности, богатства, выразительности. Тип ошибки и примеры. Немотивированное повторение в узком контексте одного и того же слова или однокоренных слов. Строители работали на стройке в течение месяца. Онегин получил поверхственное домашнее образование. Онегин умел только говорить по-французски и танцевать мазурку. Тип ошибки. Плеоназмы, то есть словосочетания, содержащие излишний в смысловом отношении компонент. Дорога каждая минута времени. Соревнования намечены на апрель месяц. В слове «апрель» уже заключено понятие «месяц». Тавтология, то есть тождец словия. А. Повторение сказанного иными словами. Авторские слова – это слова автора. Удар был внезапным и неожиданным. Б. Повторение однокоренных слов. Соединить воедино. Приближаться все ближе. Удаляться все дальше. Многословие, вызванное использованием универсальных слов, то есть слов, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях. Дело, факт, вопрос, задача. Дело повышения дисциплины обсуждено на заседании правления завода. Многословие, вызванное расщеплением сказуемого, то есть заменой глагола сочетанием глагола с самым широким и неопределенным значением. Поднять, обеспечить, получить и так далее. И от глагольного существительного, если это не диктуется спецификой стиля. Сравним. Рабочие приняли решение произвести ремонт трактора в кратчайшие сроки. И. Рабочие решили отремонтировать трактор в кратчайшие сроки. Употребление штампов, то есть избитых выражений, с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Через весь роман красной нитью проходит тема одиночества человека в этом мире. Они отдали свою жизнь за светлое будущее человечества. Спасибо за внимание. Продолжение следует...